Это действительно то, что я чувствую, то, что я сама прожила. Ресницы, кстати, все повыпадали, нафиг. Остались три пера. Вот так сижу, пилю. Идёшь на почту за двумя посылками, а получаешь четыре. Так что лайфхак такой. Он очень красиво вписывается в любой интерьер, он очень красивый такой. То, что я заказала, но без зеркала. И ещё меня спрашивали по поводу того, что не скатывается ли он с кровати. Доброе утро, мои хорошие. Хотела вам показать, как мы утром нежимся в кровати, встаём с Данечкой, но сегодняшнее утро что-то пошло не так. Он схватил первым делом мой телефон, и я ему не дала. Он начал скандалить жёстко тут. Поэтому в кровати я лежу одна. Ну, как спалось, мне вообще очень круто. Уже не так холодно. Но на полу всё-таки поддувает. Наверное, если где-то что-то дует, да, то по полу как бы дует. В общем, на поверхности более теплее. Я переживала, что Данька может вдруг будет скатываться с кровати, там лещу что-то. Он отлично чувствует границы. Вообще никаких переживаний не было. Вчера я сидела до начала второго, монтировала влог. Он такой большой оказался, вот предыдущий. Он был такой большой, что ему не было конца и края. И вот так я сижу, сижу, сижу и понимаю, что я уже не могу его монтировать. Просто у меня глаза залипают. И, в общем, 15 минут второго я просто тупо всё выключаю, иду, ложусь и засыпаю. Сегодня сейчас стою и вижу всё такое беленькое. Мне так нравится всё. А там всё уже серенькое. Ухлядиться. А вот Данечка пришёл. Кися, покажи, как мы с тобой просыпаемся. Куклачка. А как мы с тобой спим? Мы с тобой вот так спим, обнимем. С тобой вот так. Мы с тобой вот так спим. Мама утром его целует обычно. Когда он не скандалит. Да? Обними, мама. Обними, мама. Вот так вот, да? Вот так. Разве можно это на что-то пролинять? Это мощь, мощь. Можно разве это? Можно? Можно. Разве можно? Вот такую красоту, вкусняшку поднять. Маленькую. Ну и что? А это, это, что? Что, что? Смотрите, какой наборчик я приобрела для своего брата отбеливания зубов. Он давно хотел. Я почитала отзывы. Вроде хорошие. Кстати, недорогая. Целая система по отбеливанию. Это, в общем, фирма Global White. Они занимаются как раз-таки вот с зубами конкретно всё. Здесь 7 полосок. Так, где 7? Вот она, 7 полосок. В каждой упаковочке идёт наверх и на низ. Полосочки, они со вкусом кокоса здесь. Дальше идёт пенка для полости рта, отбеливающая. Дальше идёт вот такой вот гель для полости рта, реминерализирующий. Укрепление, реминерализация, снижение чувствительности со втором. Это как раз-таки, по-моему, после этих полосок. Это было в отдельной коробочке, вот прям набором. Стоит такой наборчик около 1000 рублей. Это вполне себе приемлемая цена. Также щёточка. Вот эта классная щётка. У меня таких две. Я покупала мужу себе, дарила. Где-то лежит. И, кстати, я такой щёткой пользуюсь. Покажу даже сейчас. И вот такая вот отбеливающая паста. Максимальный блеск. Этот набор весь идёт к моему брату. А он нам покажет результат. До и после я здесь же вставлю. Вот так вот выглядела коробочка до того, как я её распаковала. Вот, кстати, щётка. Global White. Точно такая же. И точно такую же дарю брату. Как ощущения? Всё чётко. Ничего не съезжает? Даже не видно вот так вот. Там написано, что эти полоски кокосовые. Ты чувствуешь аромат кокоса, сладость? Да, пахнет кокосом. Немножко сладковатый привкус. После полосок нужно вот этим гелем. Он убирает чувствительность и как бы регенерирует. Гель прозрачный такой. Так, результат после первого применения. Такое ощущение, вот я наклеил, а у неё соль высоко, короче, посаженный. Получается, что я на пол клыка наклеил. И вот реально сейчас такое ощущение, что с первого раза видно, что она побелела половина. Вышивая, по-другому отличается этот цвет. Видишь, кончик клыка. Реально как будто я побелел. Гелем, который после... Он такой приятный на вкус, сладенький, нежненький такой. Он ничего не напрягает. Всё, вкусно. Чуть уже как будто отбелилось, так что... Через 7 дней? Посмотрим через 7 дней. Скажи, Виталь, как у тебя на протяжении недели вот этой было? Есть ли чувствительность? И видишь ли ты результат? Результат видно, да. Был бы у нас проверить тон зубов. Но я думаю, на пару тонов минимум оно посветлее стало. Чувствительность не появляется вообще. Как бы или это паста, этот гель прям так помогает. Но ничего не изменилось вообще по ощущениям. То есть так же, как и было. Всё комфортно, да? Всё комфортно. На холодную воду пьёшь, ничего мало не происходит. Ну ты говорил, что если бы можно было 2 недели, ты бы ещё 2 недели делал. Я бы ещё недельку бы сделал. Ну как бы, ну да, написано в этой теме, можно неделю и 2 недели. 7-14 дней. А, можно неделю, 2 недели. То есть можно на 2 недели делать. О, так можно приобрести ещё на неделю и продолжить. Можно ещё, да. И еженегарю, если что, сделаем тоже. Да, слушай, ну мне нравится результат. Да, светленький, классненький. Ну ты доволен, да? Да, это при том, что курил я ещё. Если что, то курит, да. Класс. Может быть, оно ещё на это влияло. Класс. Что, мои хорошие, я либо долго телюсь, либо за 5 минут я собираюсь и выхожу из дома. Я написала список, чего нам нужно купить. Там яйца, молоко, кофе без кофеина. Всё-таки хочу, я, блин, вкус кофе чувствую, да, но без кофеина пусть будет. Мелкому там тоже взять кое-что из продуктов надо. Ну, короче, есть что. Ну и на почту за посылкой. Всё, мы пошли. На улице отвратительная погода. Денька на руках. Дождь. Ещё и морозит. Морозит прям. Морозит и морозит. Сместе морозит вместе с морозцой. Реально отвратная погода вообще. Мы прям промокли, пока дошли. И вот несёт меня, несёт, да. Хоть в магазин, да на почту выйти. На самом деле мне действительно нужны яйца. И действительно нужно молоко. И действительно нужно кофе без кофеина. Почту, ладно, я бы, может, сегодня не мчала бы уже, там, подождала бы. Но думаю, если я выхожу заодно, то надо и почту проверить. Итак, посылки забрала. Я так люблю, когда, знаете, идёшь на почту за двумя посылками, а получаешь четыре. И радуешься. Всё, теперь скорее в магазинчик и домой хочу, блин. Итак, мы пришли. Вон они мои посылочки. Четыре. И все, по-моему, из джум. Посмотрим. Так, купила в аптеке натриохлорид. Ну, это мама ходила к врачу. И там типа посоветовали, чтобы я подышала вот этим вот раствором. Не знаю, напишите, расскажите, у кого был кашель, кто дышал. Даже не знаю, в какой там, сколько наливать. Но посмотрим. У меня есть такой препарат. В общем, покажу вам потом. Сёмгу взяла, блин, а я, оказывается, в прошлый раз взяла копчёную, блин. Она солёная такая, вот слабосолёная. Взяла русское море. Она 550 рублей, по-моему, стоит. Дороговато как-то. Моя любимая колбаска. Сейчас всё это выкладываю сюда, здесь на пол. Сейчас буду что-то мыть, что в таких упаковках. И дезинфицировать, что в таких других. Взяла вот такие яйца, 20 штук. Первый сорт летом. Мне кажется, хорошие. Так упакованы хорошо. Надеюсь, они там все целые. Купила шоколадку большую, такой бабаевский, с цельным фундуком. Во! И взяла попробовать ещё вот такую. Она 190 рублей, по-моему, стоит. Тоже тёмный шоколад. Но здесь, смотрите, карамель, короче. Белые орехи какие-то. Ну, что-то мне кажется вкусненькое, тоненькое, хрустящее, как я люблю. Так, взяла своё молоко, за которым шла. Взяла два гречневых, потому что это моё любимое вот молоко. 125 рублей всего стоит. И одно такое соевое взяла. Два с половиной, вот это вот пастеризованное. Это я взяла ультра, оно пастеризованное. Что-то я обыкновенно пастеризованного не нашла. Взяла только ультра. Это чтобы творожок делать. Вот такое берём там творожок. Ну, самим, с закваской. И второй пакет здесь малома взяла. Всякие кисельки, йогурты. Такое-то, что он любит. Вот соевое молоко ещё одно. Взяла бананы. Себе ещё взяла сосиски. Ну, такие мне нравятся, в принципе, их вкус. Я уже точно не помню. Ну, короче, взяла, какие первые там попались. Но помню, что вот папа может, мне всегда нравились. Надеюсь, они не испортились. Дэнька такое не ест, поэтому это только себе я такое беру. Из того, что любит Дэня, это сыр я взяла. 183 рубля кусочек вышел. Это радость вкуса. По-моему, вкусный сырок. Кофе взяла без кофеина. Так что буду наслаждаться. Вот моё молоко, моё кофе. Взяла три авокадо. Мягких нашла. Так они везде твёрдые. Вот эти вот три мягкие. Но надо их быстрее есть. Они такие-таки уже уставшие. Ну и всё. Вот эти вот кашки всякие, кисель и творожки вот эти. Я взяла. Я хоть и делаю Дэньки, и он ест дома, да. Но всё равно раз на раз не приходится. Он не всегда ест на самом деле. И я расстраиваюсь, когда я наготовлю ему, он не ест. А вот эти он любит. Поэтому я думаю, иногда баловать его можно. Он всё это любит, действительно. Он сам идёт к ящику, достаёт. Поэтому я думаю, что побаловать можно. Я же себя балую всякой ерундой. Ну, вот и его побаловать. Творожки вот такие я люблю брать. С мелисой, например. Клубника-мелисса. Сейчас клубнику, блин, нормальную не найдёшь. Мелису не найдёшь. А тут клубника-мелисса. Потом это груша. А вот морковка. С морковкой тоже классно. Ну, короче. Вот чуть-чуть ему взяла. Крошки мои уже сложила вещи. Кое-какие. Хочу ещё рассказать вам об этой кровати. Ну, я думаю, может это в других кроватях. С вот этим подъёмным механизмом может быть то же самое. Смотрите. Когда я садилась вот так на кровать. Вот так. У меня был звук неприятный. Ну, то есть, как будто что-то обо что-то стучит. Меня это бесило. Потому что я всё время... Ну, то есть, один день. Два дня мы поспали, да? Или один день мы поспали? Один день мы ещё поспали, да? Только первый день, да? И уже каждый раз вот так вот садясь на кровать. Я думаю, блин, что за звук? Как будто я сажусь и об что-то стукаюсь. Я не могла понять. Сегодня начала разбирать вещи. Кстати, здесь очень много места. Я даже заполняю всё. Всё заполняю, заполняю. Заполнить никак не могу. Видите? Куча всего. У меня там зимняя. Это летняя. Совсем прям летняя, да? Покрывало. Посмотрите, сколько у меня покрывало. Куча. Это спальники. Это подушки дополнительные. Вот это всё новогоднее у меня здесь. Короче, девочки, стучало. Это вот что. Это вот эта железка стучит об вот это вот. Я вот здесь покрывальчика просто положила. Можно... Вы можете положить всё что угодно мягенькое. Залазить сюда нельзя деткам. И вот с этой стороны тоже положила. Ну, вот покрывало просто. Оно здесь лежит. Я просто кончик положила на деревяшку. Чтобы не стукалось. И всё. И прям в наслаждение. Я такая, что я не могла поверить. Думаю, действительно в этом дело. Такая прыг-прыг. И тишина. Всё. Слышите? Ничего не... Тишина. Так что лайфхак такой. Ой, какие вещи собрала. Разобрала. Дышать легче стало. Ещё куча места. Ещё буду на балконе разбираться. В комнате буду порядок наводить. А я на самом деле начала искать вообще свой вот этот вот... Ну, дышать вот из раствора. Не могу вспомнить, где он лежит. Куда-то положила. Не могу вспомнить. Надо найти. Кофе без кофеина. Я... Блин, кофе без кофеина. Это же вот самое то. Мне кажется, я вообще какое-то время пила кофе без кофеина. И вообще забыла, что он без кофеина. Просто, короче, всё пила. У меня всё позаканчивалось. Я всё пила подряд. И уже не разобрала, где с кофеином, где без кофеина. Бодрила меня одинаково. Мне кажется, у меня само внушение. Красота. Сейчас я, правда, сделала с молоком с обычным таким, который 0,0 процентов, там 0,05. Вот. Но завтра... Сейчас время, кстати, 4 часа. Я могу и после трёх пить. В любое время, короче, кофе без кофеина. Это чисто вкус кофе, правильно? Больше же ничего в нём нет. Можно хоть ночью пить его, короче. Ой, девочки, я позвонила в поликлинику. С жалобой на кашель. Говорит, ещё какие-нибудь симптомы есть? Я говорю, нет, никаких симптомов. Ничего меня не беспокоит. Говорю, единственное, что у меня уже начинает голова, мне кажется, болеть от этого кашля. Сухой кашель. Я уже то пробовала, это пробовала. Противоаллергичные, противоотхаркивающие. В общем, ничего не помогает. И молочко на ночь пью. Я говорю, уже 3 недели как бы кашляю. Я уже переживаю. Мне уже кажется иногда, что у меня психосоматика начинается. И может быть, у меня уже я сама себе панику создаю. И мне кажется, что идут осложнения какие-то. Мне кажется, что мне уже тяжело дышать. А может, мне не кажется. Она говорит, а боли в груди какие-то есть? Я говорю, да нет никаких болей. А может быть, это боли уже называется. То есть у меня опыта такого нет. Я не знаю, что такое. Бывает просто, знаете, там тупая боль какая-то. И человек распознает, что это тупая боль. А для меня это ничего особенного. Даже и не боль. Но если терпимо, то как-то вроде и не боль. Для меня боль это вот зуб когда болит. Вот я чувствую, да, вот это больно. Ущипнул кто-то, ай, больно. А когда какие-то непонятные, такие, знаете, типа тупая, ноющая. Я не всегда понимаю даже, что у меня голова болит. Я раньше думала, что голова болит, это когда прям стреляет, знаете, в голове. Вот оно болит. А когда просто какое-то, знаете, такое, ну, как бы давление такое, знаете, это не болит голова, понимаешь. А кто-нибудь спросит, болит голова? Я говорю, нет. А может, она уже болит. И вот сейчас, может, мне уже тяжело дышать. Короче, врача хотела вызвать. Они говорят, нет, не приедет к вам врач. В общем, порекомендовали по телефону вот этим вот физраствором подышать. Типа он там что-то очищает, то-се. Кучу предположений, значит, они сказали мне по телефону. Точно это не коронавирус. Иначе бы у вас уже температура была. Мама говорит, что по телевизору говорят, что там все без симптомов может проходить. А может быть один симптом кашель. И, короче, кого слушать, не пойми. Ну, в общем, я сделаю ингаляцию. Хуже от нее не будет. И еще я хочу принять ванну сегодня с солью. Деньку положу спать. Уже, кстати, можно его потихоньку укладывать. А, кстати, смотрите, игрушку достала. Как хорошо в свое время набрала в экспрессии игрушек. Ну-ка, Денька, покажи, как ты. Разбирала сейчас, пока искала этот ингалятор. Нашла игрушку. И когда я ее покупала Деньке, он на самом деле ей особо не играл. Она ему не зашла. Он брал в рот вот эти шарики. Я испугалась и все спрятала. А сейчас вот так. Он кушает. Давай, 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 давай. Давай. Лови, лови. Подожди, сосредоточься. Подожди. Опа. Все, съела, молодец. Короче, у меня столько приколек всяких. Я еще нашла там это. Тоже в фикс-прасте брала этот пластилин или типа песок такой, знаете. Ну, лепить из него. Вот завтра, наверное, мы что-нибудь будем лепить. Завтра дома будем сидеть. Короче, сейчас я все это дело разберу. Посчитаю инструкцию. Сяду и буду дышать физраствором. Уложила Деньку спать. Сейчас пока залезла. Я же не знаю, сколько мне там раствора этого надо. Сколько дышать этим физраствором надо. Короче, у меня внутри какая-то паника. Весь вечер мне после разговора с этой женщиной и трудно дышать стало. И боли в груди, короче, появились. Все, я, короче, уже пошла малого укладывать. Думаю, сейчас уложу его. Я сейчас начну, короче, загоняться. Кто-то мне написал, что от магния у кого-то сердце выпрыгивает. И типа его лучше пить в первой половине дня, во второй он там не успевает усваиваться или что-то такое. А я его выпила во второй половине дня. И думаю, может, у меня от него еще какая-нибудь побочка, если у кого-то сердце выпрыгивает. У меня тоже как будто там, да, раз, что-то непонятное. Короче, не буду я этот магний пить. Не знаю, мне врач не назначал, что-то я сама с ума сошла. Вот это вот советы, все, паника, и все. И ты начинаешь тоже. Что-то я поддалась, короче. Папа, поддалась я. Короче, все, не буду я ничего пить. Не буду я ничего полоскать. Пока меня не назначат врачи, не послушают и не посмотрят меня. Все, я ничего не буду делать. Я все купила, у меня все есть, но я ничего не буду делать. Я должна, короче, попасть в ближайшее время к врачу. Я не знаю, как я это сделаю, потому что мне малого просто некому оставить. Мама болеет, у нее реальная простуда. И она лечится, как бы, и у нее, возможно, даже осложнения там идут. Не помогают эти лекарства все. То, что в поликлинике назначают, наша поликлиника не работает, и наши врачи не работают, где мы платим деньги. Идем в бесплатную. В бесплатную ей там на 2000 она накупила этих лекарств всяких разных, и в итоге ничего ей не помогает. Поэтому я не знаю, что будет дальше. Я надеюсь, она пойдет на поправку, но как бы малого я ей оставить не могу. И никому его не могу оставить вот так, чтобы я пошла пока в поликлинику. А с ним я не хочу в поликлинику таскаться. Даже ходят люди реально, у которых что-то там температура, они болеют. Там быстрее, блин, подхватишь что-нибудь. Вызвать врача я не знаю. Но сказать, что у меня там боли в груди, и мне трудно дышать. Может, тогда они приедут и кашляют. Не знаю, короче. Посмотрим. Завтра решу. А сейчас я пока пошла укладывать малого. Короче, я такая в панике, да, там такое легкое вида не показываю. Как бы иду, укладываю малого. У нас в спальне работает с утра до вечера увлажнитель воздуха на полную. И вот я пока его, короче, положила, буквально там, ну сколько, я не знаю, 10 минут, наверное, я полежала в спальне. Мне стало легче дышать. И я как будто эта паника внутри успокоилась немножко. Я думаю, блин, может, у меня просто сухой воздух такой здесь везде, что мне реально нечем дышать. Но я, бывает, открываю, выхожу на балкон, чуть-чуть подышу, захожу, малой, ну прохладный. Короче, я не знаю, что мне так в спальне понравилось. Увлажнитель воздуха – это точно тема. Это точно тема. Я прям всем рекомендую. Какой увлажнитель, мне кажется, особо не важно. Там уже смотрите по деньгам, по своим. Главное, и кашлять не хотелось, пока там лежал. Короче, очень удобно, когда написано на увлажнителе воздуха, сколько у вас сейчас влажность в комнате, чтобы вы могли оценивать. Когда я открываю окно, и у меня работает увлажнитель, у меня сразу влажность падает в два раза почти. До 30 падает, до 40. В норме, по-моему, 50-60, чтобы влажность была. Как только я закрываю окно, работает увлажнитель, и влажность поднимается сразу. Короче, такие дела. В общем, сейчас я решила принять ванну. Чего я в ванне стою? Ванну с солью мне порекомендовали принять. Что? Соль убирает много чего. Мне девочки дарили, тут мои подписчицы, много разной соли. А сейчас я наберу в ванну с солью, много соли. И полежу. У меня болит спина. Еще ко всему плюсу. Вот, смотрите, сколько соли разная, ароматная у меня. А это, кстати, я фикс прайс собрала. Шипучая для ванны. Это же морская соль. А вот, кстати, девочки, да. Вот эту соль, наверное, я использую. Она открытая, она типа для детей. Там, короче, соль морская здесь. Я вот все брикетики ей типа кидаю. Мне посоветовали прям много соли. Здесь 15 минут полежать мне. Сериальчик посмотрю пока. Или, ладно, израсходую эти потом как-нибудь. А вот девочки дарили мне. Вот она вкусно пахнет так еще. Наверное, я вот эту сделаю. В этой полежу, в бомбочке. Может, даже две сделать. Сейчас еще какую-нибудь возьму. А вот, смотрите, большая и маленькая. О, сделаю большую и маленькую. Побольше, чтобы было. Нереально крутой аромат. Я не знаю, что это, но очень нежный, молочный аромат. Пошла красотка растворяться. Все, крошки двери оставляю открытой. Вижу дверь малой, где спит. Но она у меня обычно уже не просыпается давно. Я полезла. И тут вот это. Привет, мои хорошие. Мы только проснулись. И начали делать с того, что начали убирать все здесь. Потому что мне еще больше хочется, чтобы был порядок. Теперь мне хочется, чтобы моя кровать красивая, всегда была заправленная. Я встаю. Вот кто замечал, может, когда у меня был матрас, я его не заправляла. Так его оставляла. Денька прыгала. Там что-то полежать, что-то это. И как-то вот так. А сейчас кровать. Хочется, чтобы она всегда была заправленная. Я встаю, ее заправляю, украшаю. До того вообще, как умылась, как попила кофе. Потом выхожу сюда, убираюсь. Я как-то себя чувствую лучше, когда вот эти игрушки не разбросаны. Но вчера у меня опять не было сил все это с вечера убрать. Обычно с вечера убираю, и легче становится. Короче, что я заметила. Вчера я приняла ванну. Мне стало хорошо. У меня уже не так стала болеть спина. Я обязательно прям мыщу. Не знаю, сегодня, завтра. Это мне посоветовала моя астролог. Как раз-таки принять ванну, когда что-то болит. Говорит, соль очень хорошо все вытягивает. Побольше, говорит, соли, прям не жалей морской. Ну, я прям две бомбочки бухнула туда. Полежала 15 минут реально такая. Ну, тепло-горячая была вода. И прям реально мне стало кайфово. Даже голову не стала мыть. Голову сегодня буду мыть. Так как она у меня быстро жирнеет. Я сегодня хочу, может, поснимать что-то для вас. Поэтому голову решила оставить на сегодня. Чтоб целый день с нормальной головой походить. Что я заметила? Когда я захожу в свою комнату. Не стала, кстати, вчера ни дышать ингалятором этим. Магния перестаю пить. Потому что от него все-таки побочки есть разные. И я думаю, что у меня тоже от него немного там. То сердце дребезжит, то еще что-то. В общем, не хочу. Ничего лишнего. Я не хочу мешать. Я не могу понять причину своего кашля. И как бы хочется решить вообще этот вопрос. А когда я начинаю что-то употреблять. То успокоительное, от которого тоже голова может болеть. Болеть. То магния, от которого сердце может стучать. Короче, все подряд. В общем, что я заметила? Что когда я захожу в свою комнату. Спальню. Где у меня работает. Постоянно сейчас. Раньше работала только ночью. Сейчас постоянно. 24 в сутки. Часа. Увлажнитель. И очиститель воздуха. Мне в спальне, когда я нахожусь, не хочется кашлять. Я успокаиваюсь сразу. Я вот здесь вот сидела, покомонтировала. То и все делала. У меня наплывы вот эти вот, знаете. То стучит, то не стучит. То голова, то паника какая-то. Черт и что вообще реально происходит. Пока я нахожусь. Я захожу в спальню, ложусь в смолы. Пять минут. Мне легко дышать. У меня нет никакой паники. У меня начинается спокойствие. Я прекрасно сплю. И пока я не выхожу сюда, у меня даже не першит в горле. Представляете? Я думаю, может реально этот увлажнитель делает чудеса. Он же как и очищает комнату и увлажняет. Может там уже такая атмосфера, спальня хорошая. Короче, я его решила сюда перетащить. Я только сюда пришла, начала кашкать. Думаю, что за фигня. Думаю, дай попробую поэкспериментировать. Дай попробую поэкспериментировать. Так что вот оно. Вот уже он работает на полную катушку. Я его включила. Но уже голубой цвет. Это значит, что чистый. А когда я только его принесла, был фиолетовый. Это не очень чистый. Когда красный, это вообще там сильно грязный. И уже 51% увлажнения. Вот можно сделать поменьше. А, да, меня же спрашивали, что у меня за увлажнитель. Я сказала, во влоге отвечу. Смотрите, это Panasonic. Выглядит он вот так, на ное. Здесь вот куча всяких блокировок для детей. Ну, у меня Денька хорошо разблокирует все это. Потом можно на таймер ставить. Есть такая функция Econavi. Она вообще, короче, тут целая программа. И он сам экономит электричество. И сам, короче, он тут все выставляет, когда что можно включить. Вот Econavi можно включать и все. Увлажнитель. Есть там поменьше. Можно выключить вообще. Очиститель. Вентиляцию можно, когда сильно надо, да, то он быстрый. Но я как бы увлажнитель включаю на максимум. Нет, не нажимай, Денька. Все. На авто, то есть, включаю. То есть, автоматически. Если он чувствует, что меньше увлажнения. Он вот такой вот мощный. Здесь вот такая вот штука. Сейчас я вам включу. Я уже показывала, мне кажется. Очень удобный. Он очень хороший, качественный. Вот такая штука заливается водой. И ставится. И включается. Все. Он большой, мощный. Он, по-моему, до 60 квадратов может увлажнять. То есть, радиус. Поэтому. Но мне очень нравится. Во-первых, он дизайнерский. Он очень красиво вписывается в любой интерьер. Он очень красивый такой, да? Кучай, кучай. Плюс здесь очищение, увлажнение. И очень важно, что здесь нарисовано. Кучай, кучай. День, ну хватит. Очень. Ну подожди. И очень важно, что здесь нарисовано, сколько у вас градусов. Вот здесь индикатор показывает уровень загрязнения. То есть, три режима, да? Красный, сиреневый и вот этот вот голубо-синий. Это значит, что все вот сейчас в порядке. Вот. Я бы его вообще поставила, конечно, на центр. Но у меня там с розетками неудобно. И Денька тут все время бегает. Поэтому я его здесь поставила. Он еще будет захватывать, может быть, прихожую. Вот так вот. Короче, пусть побудет. Я понаблюдаю сегодня за собой целый день. Так, мои хорошие. Я помыла голову. Сейчас День покупается. Выявил желание. Чувствую себя хорошо сегодня. Сейчас приготовлю ему трусики, маечку. Так. А, сегодня я буду снимать. Он будет бегать на фоне. Надо ему что-нибудь приодеть такое нормальное. Так, что я набросала здесь. Со стирки достала. Так, сейчас выберу, в чем он будет у меня тусить. Короче, вот шортики, трусики, футболочка. Ушки почистим, носик почистим. Все готово к тому, чтобы Деньку... День, ну что там, накупался? Кись. Ой, крошки мои, сняла видео. Сейчас одну распаковочку на второй канал с Денькой, там игрушку, а второй фикс прайс на большой канал. Слушайте, я это устала. Я чувствую, что я... Возраст уже, наверное, сказывается. Спина, блин, реально. Я хотела, у меня настрой был больше. Вот, и еще с толку сбивают такие моменты, когда, знаете, там, короче, ну, я начинаю такая, все обустроилось, все, мне же нужно быстро все снять. У меня фига, просто батарея красная. Ну, не проследила этот момент, да. Все, соответственно, я начинаю искать, как это все подсоединить, потому что я уже настроилась сейчас снимать. Вариантов не снимать нету. Я либо на другую камеру буду снимать, но лучше всего на эту. И, короче, ой, целая эпопея. Начинаешь там, там, там неудобно, все провода выстроила, да, там Денька же бегает, то он что-нибудь уронит, то он что-нибудь говорит, кричит, шумит, и постоянно ты отвлекаешься. И это очень сильно, на самом деле, ну, сбивает толку. Вот у меня был настрой сейчас снять как минимум два видео на второй канал. Один, причем, хочу очень распаковать, потому что там домашняя, домашняя пижама очень классная. И я прям уже хочу в ней походить. Плюс этот кашель замучил меня. То есть я говорю, говорю, тему, тему, идею, раз, и кашляю. Короче, это много вот таких вот нюансов. Они как бы напрягают. И плюс спина еще у меня болит ко всему этому. Короче, хочешь снимать быстрее, быстрее. В общем, сняла одно видео, и вот это второе уже просто, я уже чувствую, что я как бабушка такая, ой-ой, ай-ай. Ресницы, кстати, все повыпадали, нафиг. Остались три пера. А я так как все время наращиваю ресницы, я даже не знаю, где у меня тушь лежит. Ну, где-то я ее не доставала, то есть в свою косметику, потому что она мне не нужна. Где-то она лежит, надо ее найти. А то какая-то я без глаз, что ли. А что ты сломал, кисть? Зачем сломал? О, чини, чини теперь. Все. Вот так вот чинить надо теперь, смотри. Ты ломаешь, ты чини. Вот так вставь, чтобы она там стояла. Ой, моя хорошая, все уложила Деньку спать. Сейчас 10 часов. Сегодня я лег, он у меня позже обычного. Что-то вот как-то так мы закрутились, завертелись. Сегодня созванивалась по WhatsApp, по видео со своей роднёй. Там делали такой чат, видеочат. Очень весело пообщались. Ещё у меня сегодня новость. Я заказала шкафы в ХОВ опять. Потому что они мне в прошлый раз так кровать быстро доставили, да, и всё сделали, что, в принципе, Икея или ХОВ я и рассматривала, чтобы купить. Проблема в том, что, короче, шкафы у меня будут не купе. Шкафы у меня будут не один шкаф, а шкафы распашные. Я посмотрела одного дизайнера, и она там как бы под взгляд дизайнера, да, что распашные шкафы лучше, удобнее, они экономят больше места, и выглядят, может, даже аккуратнее где-то как-то. Но я сама так посмотрела, что шкафы распашные, как-то более утончённый вид у них, что ли, как-то. В общем, начали мы выбирать с мужем какие-то распашные, красивые такие дизайнерские шкафы. Нашли действительно красивых, очень много. Только их, короче, днём с огнём не сыщешь. Более того, ну, если я встречала какие-то, вот реально то, что я искала и нашла, они есть глянцевые, либо их нет в наличии никак, чтобы посмотреть, проверить. Но идеальных я всё равно не нашла. Вот прям идеал, да. То есть картинки нашла, а где купить – нет. Вот. И, естественно, всё закрыто сейчас, нигде не потрогаешь. Ну, и если супердизайнерский какой-то там шкаф, то цены баснословные. В общем, решили взять классику. Я говорю, вот есть в Хофф там похожие примерно, да, такие вот, ну, детали, просто всё в деталях. Может быть, шкаф самый простой такой, знаете, но деталь, например, удлинённая ручка какая-то, да, или какой-то узор, какая-то текстура, выемка, да, на шкафе, ну, на шкафу, на шкафе. Шкаф с какой-то выемкой, да, с рисунком, каким-то узором вот этим вот выпуклым, который сразу придаёт какую-то лакшери, понимаете, шкафу этому. Ну, в итоге, либо баснословные деньги, либо просто их нет, что самое. Даже я даже и не знаю, сколько стоит, потому что я их просто не нахожу. Соответственно, такой шкаф, если ты дорогой берёшь, то тебе нужно на него посмотреть, потрогать реально уж, да. Сейчас это не сделаешь, ну, и дорогой шкаф я не собираюсь покупать. Ну, как бы не хочу, не собираюсь. Я пока что, у меня видение такое более классическое, простое, минимал, ну, как бы, ну, под вот то, что хотим в идеале, да. В общем, в хоу были шкафы такие. Сейчас я вам покажу, из чего мы выбирали. То, что я заказала, но без зеркала. Это стеллаж, здесь стеллаж угловой. Короче, у нас не угловой, у нас обычный. Выбирали вот такой вот ещё есть, белый. Ну, вроде ничего так смотрится, но, в общем, что-то нам не понравилось. Именно то, что он текстурный, знаете, такой идёт под дерево. Вот такой. Вот, я заказала два вот таких шкафа. Вот так они будут смотреться. То есть, ну, здесь угловой показан, да. Ну, у меня не угловой. У меня будет два вот таких вот шкафа. Причём они комплектацией идут с вешалкой такой. Сейчас покажу. Вот они. То есть, вешалка. И здесь сверху, и снизу полочки. Я заказала две таких. То есть, не знаю. Может быть, я, кстати, штангу в одну поставлю. Две штанги, а в другую полочки сделаю много. Но я заказала ещё набор полочек дополнительных. И ещё узнала, позвонила. Оказывается, доводчики можно сделать. Тут вроде бы без доводчиков двери. Но хорошо бы. Видите, ручки какие симпатичные. Такие удлинённые немного. Ну, вот, кстати, такой шкаф с более такими крутыми ручками. Можно, кстати, отдельно их взять. Какие-то прям удлинённые такие. Они сразу делают очень интересный вид шкафу. Ну, эти ручки тоже, в общем-то, ничего. Вот, я не пойму, вот это доводчики или не доводчики. Будет дверь закрываться плавно или нет. Короче, заказала какую-то бесплатную консультацию онлайн. Вот, видите, с полочками. Они должны мне позвонить. В наличии шкафов этих нет. Ждать 10 дней минимум. Я, короче, заказ сделала. И заодно сейчас с доводчиками пообщаюсь. Либо их закажу здесь отдельно, доводчики. И мне будут делать, чтобы шкафчики плавно закрывались, чтобы малой не хлопал ими. Вот. Ну, в общем, вот такой шкаф. Что ещё мы тут выбирали? Вот из такого выбирали. Но этот тоже, видите, текстурный. Вот, текстурный не хотелось бы нам. Вот и всё. Так что со шкафами определились. Это большая радость. Цена тоже радует. Невысокая цена у этих шкафов. Вот. И у меня ещё, кстати, в стену помещается... Вообще, я хотела шкаф себе метр восемьдесят. Вот эти два шкафа вместе получаются метр шестьдесят. То есть у меня ещё остаётся там место. Ещё один шкафчик сорок поставить. То есть у меня два метра идеально становится. Я заказала пока два на метр шестьдесят. Если там идеально встанет, будет комфортно. Потому что глубина шестьдесят. Если встанет, будет комфортно. То я закажу ещё один шкафчик. Вот. А если нет, то пусть будет такой поуже. Короче, тоже посмотрите. радость одна, что я мучилась этими шкафами, я студировала уже несколько дней, у меня уже башка болит, честно говоря от этих шкафов, но я уже определилась, и мне им уже нравится в общем, мы их заказываем вот, прикроватные тумбочки, может быть, будем потом делать я не знаю, прикроватные тумбочки есть в хов под эту кровать, кстати вот, еще можно под шкаф брать но под шкаф ничего нет у них сейчас из этой серии, канти или как там оно канкун, серия канкун видите, у них еще комоды вот такие, но я комодов что-то не увидела на сайте, только шкафы представлены может под заказ как-то там можно это будет, ну короче, у нас еще идея есть, задекорировать стену, закрывать какими-то 3D панелями там красивыми, что-то будем думать, решать в общем, посмотрим, не знаю когда это будет все делаться но пока что надо шкафы шкафы и хочу все развесить освободить комнату маленькую вот, и потихоньку надо будет делать электрику в кухне и в спальне вот сейчас села сейчас надо определиться с видео что монтировать вперед и в общем спать уже хочу крошки мои смонтировала там немного видео, то что мне нужно было сегодня решила опять принять ванну набираю мне кажется благодаря соли и кашель меньше стал и спина меньше болеть стала поэтому каждый день хочу поделать решила сегодня одну бомбочку кинуть потому что у них не так много как раз таки там на 7 дней наверное если каждый день делать мне кажется хороший результат пахнет вообще невероятно Доброе утро страна Денька попросил у меня пятнашки сидел ковырялся ковырялся потом встал и начал искать ложку говорит где ложка я говорю вот она ложка не мог найти они все в мойке были я говорю вот она ложка берет ложку и пытается ложкой отковырить отковырять вот это вот все но я же говорю что это не открывается зай скажи я собрал все фломастеры собрал все палочки чтобы мама открыла мне из пакетика вытащила пятнашки а они скажи разбросать даже нельзя что это такое ой девчули мои ну одно удовольствие снимать видео вот здесь понимаете посмотрите ну как будто я сняла фотостудию знаете и в ней снимаю очень круто я вчера сняла здесь фикс прайс на спинке на фоне очень красиво но можно еще локации других много разных у меня вот здесь камера стояла спинка далеко была можно как-то ближе поставить увеличить там подключить микрофон и ближе тут сесть короче с той стороны с этой уюта много вот так вот вещички сегодня вам снимала новые свои последние здесь крутилось можно здесь крутиться можно здесь крутиться короче ну прям мне здесь кайф я прям наслаждаюсь прям получила какое-то огромное удовольствие от того что сейчас сняла видео так вчера я приняла ванну на самом деле вообще это реальная тема мне она прям помогает каждый день уже второй день вот было вчера сегодня третий день обязательно приму ванну прям перед сном сижу работаю Дэнь может быть ты станешь с мамой слезешь с мамой ничего что ваша жопа тут вот возле лица моего ничего попадешь кись вот так вот я работаю в таких условиях карточки грязные все а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ох, что хотела вам рассказать. Кстати, соль действительно хорошо, вот прям мне нравится. Я чувствую с каждым разом облегчение, облегчение, особенно что касается спины моей. Хотела еще что сказать... А, скоро будет видео, у меня, как это называется, фидбэк, да, как говорят, хочется по-умному, по-интересному сказать. Фидбэк... Короче, обратная связь с моих старых прошлых видео, где я рассуждаю на тему отношений, где девочки задают вопросы, и я комментирую их ситуации в жизни. И очень нравится, очень многие из прошлого еще смотрят, когда видео говорят, что в какие-то моменты очень помогло это в ситуации какой-то, да, там взглянуть по-другому на ситуацию. Ну, короче, многим нравится мой взгляд в плане отношений именно, как я на это все смотрю. И девочка одна предложила идею, говорит, может, кому-то вот надо, да, еще, и вот такое видео бы сделать на тему мужчин и женщин. Я думала, как бы это сделать, и самый лучший вариант, это реально просто разобрать какие-то ваши вопросы. И в Инстаграме сделала пост на эту тему. Вот, так что, если у вас будут еще какие-то вопросы, то можете в Инстаграм заходить и задавайте, там найдете, я стою там с братом, и вопросы можно задавать на любую тему отношений. Я думаю, вообще, может быть, сегодня или завтра снять уже видео, ну, соответственно, это видео будет снято уже раньше, чем этот ролик. Но если там будут какие-то еще интересные вопросы, возможно, некоторые, может, не попадут даже, потому что вопросов очень много уже, вот, то я сниму через время второе видео. Потому что, честно говоря, я очень люблю общаться на тему взаимоотношений. Мне кажется, что у меня устойчивая позиция, которой я придерживаюсь, то есть это не просто слова, это действительно мой опыт. Это действительно то, что я чувствую, то, что я сама прожила. И, то есть, только исходя из этого я могу комментировать те или иные вещи. Вот, но, ладно, это я уже расскажу в видео в одном, в этом отдельном видео я расскажу. Что еще хотела сказать? Я надеюсь, я нормально выгляжу. У меня мокрая башка только наполовину легла. Ой, я кайфу от белого белья и заказала и еще белое белье. Вообще, такое, как в гостинице. Покажу вам потом в обзоре на втором канале. Надеюсь, оно там есть в наличии. Сейчас придет мне подтверждение заказа. Вот. Короче, я кайфу от белого белья. И, честно говоря, в свой интерьер я даже сейчас не представляю цветное белье. Оно должно быть либо белое, либо белое с черным. Видите, у меня все такое вот бело-черное сейчас, да, и я не вижу вообще белья другого цвета. Только белое. Ну, серое, может быть, сюда подойдет. Или такое белое с какими-то черными узорами, там, да, клетчатые какие-то такие. Можно. Я еще посмотрю. Но белое вообще агония. Мечтала спать на белом белье. И вы не представляете, что я чувствую. И, кстати, еще комментарии были по поводу того, что, типа, устроила клинику дурку. Типа, все такое белое, как в дурке. Я написала девочке, да, что я в дурке не была. Я, честно говоря, не знаю, когда мне говорят, как в больнице. Блин, если бы такие больницы были, такие прям белые, светлые, классные, я не встречала таких больниц. Я встречала, ну, как бы, совершенно ужасные стены, ремонты, там, занавески и ничего такого прям идеально белого, кипельного в больницах я не встречала. Я и в больнице-то, я и не помню, когда была. Но, может, я не была в больнице, поэтому мне нравится этот весь интерьер. В дурке я тем более не была, я не знаю, как там, да. Поэтому мне очень комфортно. Я люблю все это дело, да. Кого-то может смущать, действительно. Ну, блин, девочки, ну, я бывает захожу в гости, и, например, люди любят черный цвет или темно-синий какой-то. А мне, например, гнетет в таком находиться. Мне темно, мне сыро, как в пещере. Я не чувствую себя комфортно в таких, например, интерьерах темных, да. Темно-коричневые, вы такие, знаете, как под офис. Старинная вот эта мебель, обделка лаком. Я вот это не люблю все. Я могу в гости прийти, кайфануть, но потом я хочу вернуться в свои белые стены, когда здесь все такое беленькое, окипленное. И я как будто, я не знаю, где-то на облаках, понимаете. Все белое, я как будто вот там вот. Посмотрите, как сливается. Вон, облака, небо, да. И я как будто просто в своем домике вот там на облаках. Вот такие у меня ассоциации. Поэтому у меня абсолютно нет ассоциаций с какой-то больницей или еще что-то. Я бы и сделала здесь и белые шторы бы. Я бы вообще здесь ничего даже могла и не разбавлять. Я просто могла бы жить в чисто белой комнате. Вот, но так как я человек переменчиваю, просто белый, я думаю, он бы мне никогда не надоел. Да, белый, там серые какие-то там оттеночки серебристые. То есть это то, что мне не надоедает никогда, поэтому я могла бы в этом находиться очень долго. А когда я добавляю какие-то акценты, я их рано или поздно захочу поменять. Черный я захочу поменять на розовый, ну, розовый уже поднадоел, на голубой, например. Очень мне нравится интерьер, вот, где я смотрю такой, знаете, цвет синий-бирюзовый, какой-то цвет волны. И, возможно, акцентики тоже вот как-нибудь я сделаю вот такие, чтобы был белый такой, с бирюзой какой-то такой, да. Вот, вполне себе. Может, картину там какую-то повешу. Может, какие-то панели сделаю интересные. Короче, не знаю, мне по кайфу, у меня ассоциаций никаких нет. И очень странно вообще, когда люди комментируют чей-то дизайн в негативном ключе. Тут-то вот мне даже, да, вот я, например, квартиру какую-то увижу, которая мне совершенно ужасна, понимаете. Зачем мне писать человеку, что, господи, ты там как в жбане, как в бомжатнике. Зачем? Человеку кайф. Это всего лишь мой взгляд, что это похоже на бомжатник, к примеру, да. А для человека комфортно. Он любит находиться, может, в каком-то там хаосе, в некой грязи какой-то, да, как будто он пещерный человек. Он, может быть, себя чувствует так, да. Я, например, себя чувствую такой вот белый, чистый, light, понимаете, чистота и прозрачность какая-то во всем, открытость, ясность. И поэтому у меня белый-белый везде. Кто-то любит темное, и он чувствует, что он вот в темных цветах, в черни, в каких-то там, понимаете, вот эти вот, как же это сказать, тьма. Какие-то такие страшные фильмы любит. И чувствует себя комфортно, понимаете. И вот дизайн какой-то квартиры показывает, где у него все черные стены, черные стульки. Вот все, как у меня белое, так у него все черное. И человек кайфует, он как в своей стихии. И я такая, фу, какой ужас. Ты как в яме. Зачем мне это писать, если он кайфует? То есть, ох, как важно ему мое мнение, как я вижу, где он как находится, да. Поэтому, ну, очень странно. Я понимаю, что эти люди просто, видимо, хотят ложку дегтя какого-то, да, в мою красоту, в мою чистоту внести. Я это воспринимаю так. Так, готовлю панкейки, все уже почти закончила. Открыла новую, кстати, вот этот тофи. Ну, он похож на горький шоколад. Странно, я думала, будет другой какой-то вкус. Еще у меня, я купила сначала просто там, по-моему, шоколад. Он какой-то горький. Взяла тофи и еще взяла молочный шоколад. В общем, думала, тофи будет примерно как что-то другое. Ну, короче, тоже как горький шоколад. Поэтому мы вот со строгой доедаем все. Денька уже съел три штуки. Это вот четвертый. Денька, иди сюда. Как тебе нравится, мама-то что готовит? Скорей. Мордочка замазюканная. Нравится ему? Кушает. Так, Денечка у нас кушает йогурт на ночь, да? Да. Вкусненький. Так, а я иду раскладывать кровать. Вот так вот скидываю все подушки в бочок. Денька у меня спит с этой стороны, кстати. И еще меня спрашивали по поводу того, что не скатывается ли он с кровати. На самом деле он отлично чувствует габариты кровати. Уже, видимо, повзрослел. Вот. Вот этот плед еще я сверху им накрываюсь, потому что я вообще мерзлявая. У кого-то уже отключили отопление, а я мерзну все еще. Поэтому обычно я скидываю его на пол, вот здесь вот внизу, да? А потом все равно прихожу и укрываюсь им. Вот. Готовлюсь. Готовлю наши ложи, чтобы малышунку мою уложить. Кстати, были у меня ортопедические подушки, они и есть. Я их убрала в кровать. Сейчас вот сплю на вот этих вот. Я их в Ашане еще давно покупала. Здесь пух, то ли пух, то ли пух перо. Ну, короче, они пока классные. У меня вроде шея не болит. Я не пойму, от чего у меня там началась шея болеть. Может, от ортопедических подушек. Вот. Короче, все готово. Здесь у меня ночничок все равно маленький такой вот. В фикс-прайсе я покупала. Мне нравится он. Все равно он как-то вот нужен. Вот. Водичка у нас тут стоит. Все. Сейчас Дэнка покушает, а мы укладываемся. Точнее, я его укладываю. Сейчас у нас здесь 57. Круглосуточно работает. Я сегодня залила водичку новую, свежую. Вот. Ну, все. Пошли в серость. В серость! Кстати, вот это вот поставила сейчас вот здесь вот, чтобы оно сохло. Именно потому, что мне очень нравится, как пахнет белье. И я там кофточку повесила сушиться, чтобы в комнате был вот этот аромат кондиционера. А здесь поставила. Ну, оно почти уже высохло. Сейчас уберу. Девочки, чтобы просто сдвинуть этот процесс с мертвой точки, я взяла сейчас ножницы и просто чеканула сейчас длину своих ногтей. Сейчас я возьму пилочку. Точнее, вот она я взяла. Сейчас немножечко края, чтобы они не цеплялись. Я так чуть-чуть подпилю. Пойду малого уложу. И буду спиливать вверх. Видите, я, кстати, не знаю, буду я гель-лак сейчас делать, потому что я, наверное, его сейчас и не найду. Это надо коробки мне там перебирать. Может, я просто лаком покрою каким-нибудь. Может, даже прозрачным. И все. Сейчас кажется, они такие маленькие, да? Как будто обрубыши. Просто здесь не видно, что у меня еще полмоктя здесь прямо отросло. Все, залазь, кисть. Давай, в бухган. Че? Спати. Спатики. Ложись. Ложись. Укрывайся. Алло. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот так сижу, пилю. В следующем влоге уже увидите мои ноготочки, я чувствую. Сделала одну ручку. Ко второй приступаю. Левой рукой не так удобно делать. Но вроде получается. Ой, все, мои зайчики. Я попилила ноготочки, подготовила базу. У меня прям рука болит, мышцы болят. Вот, подготовила базу под лак. Но я, наверное, сделаю себе даже все равно гель-лак. Только завтра надо будет найти лампу мне и все это дело. Ну, в общем, я с вами прощаюсь сегодня уже, потому что я сейчас сажусь монтировать вам это видео. И в следующих влогах или моих следующих видео вы уже увидите мои новые ноготочки и какой будет цвет. Все, мои хорошие, будьте красивыми, находите силы на это в этот нелегкий период. Все непостоянно, все меняется. Нужно просто немножко проявить терпение, все будет хорошо. Это эти слова навеяли мне. Я сделала пост в инстаграме и попросила девочек в комментариях написать, описать их настроение тремя смайликами. И когда девочки начали описывать 50 на 50 где-то, да, веселые смайлики и грустные смайлики, и были смайлики такие, типа, там, истерика, там, дым из носа, там, голова кругом, там, такие какие-то. И я сразу запереживала, я вообще забыла, что на самоизоляции, да, я запереживала, думаю, что случилось у человека просто. Не у всех подряд, да, то есть один читает, ой, что случилось, почему слезки, там, раз-два, там, радостных, опять грустные. Я пишу, что случилось, почему плачем и так далее. И я прям запереживала, думаю, что у людей, может, серьезное что-то происходит. И попросила обратную связь. И девочки начали мне отвечать. И в основном причина всему сумасшествию и плохому настроению это то, что сейчас происходит, то, что люди сидят дома, кто-то с детьми, у кого-то удаленная работа, учеба, не погулять. И все дома находятся, кто-то живет со своими мамами, папами или родственниками какими-то, все в одной квартире. И в такой период сложно, вот, и типа крыша едет. И я подбадриваю, я подбадриваю, и я думала, что ты серьезное. Но как бы, да, это серьезный момент, мы не будем его как бы совсем обесценивать, его несерьезности. Но недавно поговорила со своей, пообщалась со своей одной из бывших подруг. У меня их несколько накопилось, уже бывших подруг. Вот, и одна там объявилась недавно. И, ну, мы пообщались так и закончили разговор на тему самоизоляции. И как раз-таки о том, что, ну, она общалась с каким-то парнем, там, с Украины, да. И вот вроде мы все переживаем, там, переживаем, что самоизоляция, та-та-та. А кто-то радуется, что просто мирное время. Ну, вот, парень с Украины был, когда у них бомбежки там были, и все дела. Война. И на самом деле, то, что сейчас у нас происходит, это не страшно. И это все временно. У нас есть примеры заграничные, где уже спадает эпидемия вся эта, да. И где уже начинают открываться магазины, рестораны, какие-то салоны. Где-то начинают, где-то будут. Вот, ну, то есть я смотрю информацию, кто-то пишет, что у нас там с такого-то числа открывается уже что-то, да. И уже можно поздравлять там друг друга. И у нас это тоже все временно. Поэтому нужно просто набраться терпения. Из этой ситуации стараться брать максимально лучшее. И все будет хорошо. Не успейте глазом моргнуть, как все закончится. Не переживайте. Я вас люблю, целую, прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok